Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и это очередной выпуск Лёша смотрит. Так, тут по радио у нас чужая свадьба играет целую потише, а то ещё забанит YouTube за то, что я вам такие классные песни ставлю фоном. Вышли с очередного фильма. Был на этот раз российский фильм «Дуэлянд». Премьера состоялась недели-полторы назад, но только вот сейчас у меня появилось время на него сходить. Увидев трейлер фильма «Дуэлянд», мне захотелось на него сходить, потому что визуально он очень интересно выглядит. И, в принципе, оператору Максиму Осадчеву, который снял этот фильм, большой респект, плюс художникам по костюмам тоже. То есть визуально фильм отличный. Вот именно на картинку приятно смотреть. Очень сцены многие поставлены в таком, не знаю, даже в духе Тарковского, если хотите, или Звягинцева. То есть прям, ну, приятно рассматривать изображение. Проблема... Да, блин, даже я бы сказал, сюжет неплох в принципе. Хотя, ну, простолаг, но неплох. Проблема в том... Проблема в диалогах и в том, что, видимо, создатели решили, что фильм будет слишком сложен для зрителя. И они его максимально начинают управлять. Вот реально, вот прямо у меня такое вот ощущение, что они думают, вот эта сцена сложная. А вдруг зритель не поймет, что мы тут хотим сказать. Вот просто для примера. Там есть одна сцена дуэля. Ну, типа дуэль в виде русской рулетки, когда одна пуля в патроне револьвера, то есть вместо шести пуль одна. Один из дуэлянтов крутит барабан, и после этого он не крутится. И они начинают по очереди стрелять. То есть, казалось бы, ну, кто из зрителей запутается, сколько осталось пуль? Но нет. Создатели фильма решили, что мы забудем, сколько пуль. И там введен специальный персонаж, который после каждой осечки специально для нас считает, сколько осталось выстрелов, чтобы, знаете, нагнетать саспенс. И вот такая фигня в очень многих сценах. То есть нас считают за таких людей, у которых память пятиминутка, или не пятисекундка, как у рыбки Данио Реррио, которая мало вообще что помнит. И так и мы, глядя на фильм, наверное, не запоминаем вообще, что происходит. Вот это очень и раздражает, и расстраивает. И мне кажется, создатели современного кино, российского, реально считают, что их зритель дебил. Абсолютный дебил, которому надо все разжевывать. Я в российского зрителя верю и думаю, что у нас люди все-таки умные. И вот таким заниматься, в принципе, в интересном фильме очень плохо. Но и этого мало. Отвратительные диалоги, причем они состоят, в принципе, из трех-четырех слов. Три-четыре слова каждый персонаж произносит, но при этом они вот не несут ничего. Они, вот, кроме тех случаев, когда нам как дебилам объясняют, что происходит на экране, такой персонаж такой левый, главные герои между собой общаются исключительно словосочетаниями, действительно. И тоже один из примеров, когда там в самом начале один из графов входит, обращается к графине, он ей говорит два предложения по три слова. Сначала три слова и еще три слова. И графиня к нему такая, вы меня заваливаете словами, как пулеметными очередями. Я думаю, ни хрена себе. Чувак сказал шесть слов, причем с паузами между ними, и он ее заваливает. И это было бы полбеды, если бы эти фразы ввесли в себе какую-то такую смысловую нагрузку, которая помогала бы нам лучше понимать персонажей, лучше бы понимать, что происходит в фильме. Это совершенно не так. То есть нам в основном все раскрывается через, ну, экшен. И вот эти их переговоры, каждый раз, когда их начинают говорить, думаешь, боже, опять тупой диалог начинается. Опять они что-то начинают говорить. При этом, вот в плане экшена, ну, это, конечно, не совсем там прям офигенный боевик. Но экшен сделан неплохо. Тем более, что здесь не приходится создателям заниматься спецэффектами особыми. То есть, так как это в стилистике такого 19 века. Кстати, вот у меня тоже еще есть некоторая претензия к стилистике. Я вначале думал, что это ошибка, но, похоже, там в фильме специально намешано из разных временных промежутков. Потому что вроде как фильм происходит где-то в 1860 году, но на самом деле там и костюмы из разных эпох, и пистолеты из разных эпох. То есть, даже вот визуально там есть что-то такое... О, вообще, у меня темно стало. Видно. В общем, скорее такая стилистика стимпанка. И то, что там из разных эпох вот это все надергано, это нормально. То есть, ты постепенно к этому привыкаешь. Просто надо это принять. Такая вот визуальная стилизация. Выглядит очень классно. Мне вот картинка очень нравилась в течение всего фильма. Но, что касается действия и того, что происходит, все-таки, к сожалению, по-моему, можно было сделать поумнее. Есть несколько откровенно лишних сцен, которые, ну, они не раскрывают ни персонажей, ни местодействия, ни каких-то сценарных ходов. Такое ощущение, что они больше вставлены чисто для того, чтобы показать крутизну главного героя. Но мы и так знаем, что он крут, как бы. Поэтому он главный герой в этом фильме. Эти сцены вот действительно лишние. Потому что, когда они заканчиваются, у тебя возникает вопрос, а что вот сейчас происходило вообще на экране? Что ты из этого запомнишь? Зрителю хочется детектива. Зрителю хочется самому догадываться. Вот когда ты сидишь в фильме и такой, ух ты, вот это да. И ты сам такой догадался. Вот это кайф. А когда тебе прямо это все разжевывают и засовывают поглубже в горло, это очень неприятно. Очень неприятно. Это кушать потом, пережевывать, когда кто-то уже переживал. Поэтому фильм мог оказаться офигенным. С другой стороны, ну, я, пожалуй, порекомендую вам сходить на него, посмотреть именно визуально, как фильм выглядит. Мне понравилась картинка. Другое дело, не ждите ничего в плане сценарном. То есть и сюжет, в принципе, был бы интересный, если бы они его подавали, не настолько боясь, что мы чего-то не поймем и не разберем. В фильме есть секс-сцена. Это, пожалуй, самая странная секс-сцена, которую я видел за свою жизнь. Вот честно. Хотелось бы в комментариях увидеть тех, кто тоже этот фильм смотрел, что они по этому поводу думают. Вот внезапно происходит. То есть вроде ничего не предвещает этого. Ну, ладно, там можно переживания и травмы героев, которые их заставляют этим заниматься в таком месте. Но сцена сама по себе не возбуждающая. Она, ну, кажется, хочется, чтобы она быстрее завершилась, понимаете? Были все предпосылки для того, чтобы из него сделать гениальный фильм, были. Но не получилось. Вы видели и слышали Лешу Халецкого. На этом все. Все, ходите на умное, интересное кино. В принципе, если у вас есть время и желание, то до Юлянта тоже можно глянуть. Причем, ну, мне кажется, в кинотеатре, потому что на большом экране он визуально хорош. Причем, если вы будете его на экране компьютера смотреть. Ну, в общем, решайте сами. Тут очень такой неоднозначный фильм. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok